Публика — это интересный вопрос, потому что когда я только начинал работать в галерее, я прям всё время находился здесь. Это прям такая феноменология общения со зрителем, потому что я общался почти с каждым человеком, который сюда приходил, пытался либо рассказать про выставку, либо как-то пообщаться с теми, кто шёл на контакт, а некоторые люди даже сами проявляли инициативу общения. Я понял, что очень многие люди, которые приходят сюда, они нуждаются в каком-то таком формате эстетической исповеди, что ли. Им интересно вспомнить о каких-то своих детских впечатлениях, связанных с искусством, либо о своих каких-то мечтах, проектах, часто очень диких и сумасшедших. Но вот им нужен такой формат, даже просто выговориться. То есть они могут приходить, предлагать какой-то проект, но по сути никто даже никогда не возьмётся за его реализацию. Им просто интересно об этом рассказать, и чтобы им покивали головой, сказали, что здорово, давай делай. И в общем-то на этом достаточно, на этом эта история заканчивается. Мне такой формат даже очень нравится, то есть что людям нужен такой формат выговаривания, проговаривания каких-то идей, и что таких идей, о которых хочется проговорить, их достаточно много, но идеи, которые потом ещё готовы материально воплотиться, там уже происходит вот этот отбор на этапе перехода к материи уже в какой-то форме. То есть сюда добираются самые сильные идеи, у которых есть какая-то воля к существованию. В этом плане, конечно, есть люди, которые здесь готовы в эту волю прикладывать и материализовать какие-то мечты, но в основном публика даже может быть вот не совсем, вот правильное слово, консервативна, но, наверное, инфантильна даже. Даже не инфантильна, но индифферентна скорее. То есть им вот действительно достаточно вот этого вот идеального плана существования, и им не нужно воплощать это в форме и в материале. Мне кажется, что это немножко связано как бы с нашим форматом существования культуры и немножко даже с экономикой культуры и вообще экономикой страны, которая вытеснена как бы куда-то в тень и которая существует немножко таким призрачным путём. И людям, в общем-то, достаточно вот этих призраков, и они довольствуются вот общением с призраками, им не нужно что-то как бы воплощённое, так сказать. Просто меня этот феномен забавляет, и мне даже нравится его немножко концептуализировать и об этом поразмышлять, потому что вот, я же говорю, пока я общался с этими людьми, я столкнулся ну прям с очень большим массивом вот таких вот предложений, которые ни во что потом не выливаются. Мне кажется, это даже какой-то феномен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!